МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Техника вышла в поле. В южных районах республики началась пассивная кампания. Ключи от дома. В Новочебоксарске многодетная семья отмечает новоселье. Выбирай профессию с молоду. В Чебоксарах стартовал информационно-образовательный проект Город профессий. Как идет подготовка к Первомаю и Дню Победы? Как выполняется республиканская инвестиционная программа? Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы Чуваши с правительством республики. Годовой объем финансирования строительства объектов из адресной инвестиционной программы по сравнению с прошлогодним увеличился на 18% и превысил 3 миллиарда рублей. В рамках адресной инвестиционной программы запланировано в текущем году строительство и реконструкция 34 объектов, в том числе и ввода новых объектов. Это и учреждения культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, объекты образования. По переселению граждан из аварийного жилья были провансированы работы в конце 2015 года. Сегодня муниципалитеты осваивают средства и в апреле, в мае, я думаю, что тоже произойдет движение, в том числе и по третьему этапу. Низкий уровень осваивания бюджетных средств по объектам дорожного хозяйства – это сезонность работ, объекты все отторгованы. Глава республики напомнил об ответственности распорядителей средств за выполнение графика работы и параметров бюджета. И отвечаете также по отраслевому принципу за те объекты, которые на территории муниципальных образований начинают сами муниципалитеты по своей инициативе. Это тоже наша совместная деятельность. Люди ждут ввода этих объектов, поэтому мы должны контролировать и ход строительных работ, и качество строительных работ, и какие материалы, какие строительные материалы используются. Об участии в форуме «Современное российское село», которое состоялось 15 апреля в Саратовской области, сообщил заместитель председателя Государственного совета Чувашия Николай Малов. Он рассказал, что на форуме были обсуждены вопросы развития агропромышленного комплекса и российского села. Приоритетное направление, приоритет поддержки агропромышленного комплекса сохраняется. Если речь вести о финансировании данной отрасли, четко было сказано и заверено, что эта сумма будет не ниже, чем в 2015 году, конечно, будут изыскиваться разные возможности. И реально будем стремиться, это уже от лица председателя правительства было сказано, к увеличению поддержки агропромышленного комплекса. А самое главное – села и жители села. То есть будут создаваться все необходимые условия для того, чтобы жизнь на селе была комфортной. О результатах проверки заработной платы в трех новочебоксарских муниципальных предприятиях, коммунальные сети, управляющие компанией ЖКХ и Ельниковская роща доложил руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев. Один из депутатов госсовета обратил внимание властей, что вознаграждение руководителей МУПов на Новочебоксарске в разы отличаются от зарплаты сотрудников. Как выяснилось, формально такая возможность существовала. Зарплата руководителям и работникам устанавливала в соответствии с нормативными документами. В данном случае у них было принято постановление о положении об условиях оплаты труда руководителей муниципальных и унитарных предприятий и методики определения размера вознаграждения руководителей муниципальных и унитарных предприятий города Новочебоксарска. В то же время управляющая компания в прошлом году сработала с 10-миллионным убытком. Коммунальные сети получили прибыль не за счет своей деятельности, а за счет присоединения дополнительных объектов, отметил глава Чувашия, и поручил пересмотреть нормативные документы, чтобы заработная плата руководителей зависела от чистой прибыли, отсутствия и роста задолженностей. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Традиционную видеоконференцию с главами администрации районов и городов Михаил Игнатьев на этот раз провел из Батаревского района. Главная тема совещания – пассивные работы. Общая площадь сельскохозяйственных культур в республике составит 580 тысяч гектаров. Те, кто посеял озимые, не прогадали. Гибель зимных зерновых культур по состоянию на 15 апреля составила 2,8 тысячи гектаров. Это значительно ниже показателей прошлых лет. Средний показатель обычно 7% в Чувашской республике. По этому году гибель составила 3,3% всего. Но выполнили план посеву озимых только в шести муниципалитетах. Это Аллатрский, Аликовский, Ибресинский, Марпосадский, Порецкий и Яльчихский районы. Остальным придется усерднее работать в ближайшие дни. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 320 тысяч гектаров. В структуре посевных площадей основную долю занимают зерновые – чуть больше половины. Кроме этого, в этом году аграрии планируют ввести в оборот 22,5 тысяч гектаров необрабатываемых земель. Мы предполагаем, что в этом году у нас все-таки произойдет увеличение пассивной площади на 678 гектаров. По сравнению с прошлым годом, отсутствуем увеличение произойдет зерновые и зернововые культуры на 200 гектаров и формовые культуры на 189 гектаров. Так, по состоянию на сегодняшний день семенами мы обеспечили на 100%, кондиционных семен на 94,4%, топливо на 96% обеспечения, автомобильным бензином обеспечены на 65%. Михаил Игнатьев призвал руководителей хозяйств провести весенние полевые работы в кратчайшие сроки. Семена и горюче-смазочные материалы закуплены. Субсидии на оказание несвязанной поддержки на каждый гектар пассивной площади до аграрии в дошли. Если мы чуть-чуть отстанем, вообще можем своевременно не провести агротехнические мероприятия. Все те хозяйства, которые быстро справятся с мощной энергонасыщенной техникой, просьбы выделять на договорных условиях, оказывать услуги. Приближаются майские праздники. До торжественных мероприятий необходимо привести в порядок улицы, городов и деревень, памятные места и сооружения, посвященные Великой Отечественной войне, напомнил Михаил Игнатьев. Особого внимания требуют дороги. Сейчас выполняется ямочный ремонт. Ежедневно выходит 25 бригад и 54 единицы техники. Больше половины запланированного объема работ выполнено. Михаил Игнатьев поручил завершить ямочный ремонт до 1 мая, а к 9 мая нанести разметку и покрасить бордюры. Кроме этого, в ближайшие дни необходимо очистить придорожную полосу от мусора. Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Андрей Спиридонов, Республика. Сразу после видеоконференции Михаил Игнатьев решил воочию убедиться, как идет СЕВ в южных районах республики. Муниципалитеты республики подводят итоги первого квартала этого года. Собственные доходы Батревского района увеличились на 9%. Рост за счет налогов, но, по словам главы администрации муниципалитета, есть еще резервы. Есть на территории района незарегистрированные здания сооружения. На сегодня только Тойщинское сельское поселение 8 таких нашел. Бехщинское сельское поселение 4 таких здания сооружения. В этом направлении тоже работаем. Сейчас самое главное – вовремя провести весенние полевые работы. В агрофирме «Исток» СЕВ начался еще 14 апреля. Накануне выпал дождь, но техника все равно с утра вышла в поле. Пару часов – и земля подсохнет. Сейчас нельзя терять ни минуты. Я посмотрел цифры у вас. По прошлому году 18 миллионов выручки. Да. Прибыли хорошие получили. Да. В основном, какие культуры дали прибыли? Сахарный свекло. Картофель мы уже перенасытили Россию. Тяжело будет выходить. Поэтому уже смотрим на другие культуры. Это пацанов первую очередь. Это новая и востребованная культура с учетом предъявленных санкций. Потому что очень же много масла завозилось за пределами Российской Федерации. А сегодня потребительский рынок имеет дефицит. В ЗАО «Батревском» идет подготовка семенного материала. Протравливают зерновые и зернобобовые. Картофель вывозят на яровизацию. В этом году предстоит засеять более 700 гектаров яровых и 300 гектаров картофеля. Техника готова выйти в поле. Практически 96% техника обновили. Вот в этом году именно в Севербород поменяли кукурузу, раньше не сели. Поголовье сейчас выросло. 100 гектаров хотим кукурузу засеять. И этот корма уборочный комбайн закупить. В этом году здесь намерены довести надои молока до 7 тысяч. Это на полторы тонны больше, чем в прошлом. Планы большие, но уверены, что выполним, говорят батревцы. Главное – соблюдать технологию кормления и содержания коров. Кубатуру воздуха обязательно надо расширить. 6 кубов на корову. Я помню эти цифры. В Яльчикском районе тоже намерены увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции. Но не за счет увеличения площадей. Необрабатываемых земель тут просто нет. А за счет агротехнических технологий. В прошлом году зерновых получили 46 центнеров с гектара. В этом году планируют не менее 50. О, уже корневая система пошла в работу. Практически во всех хозяйствах сейчас идет оборонование и подкормка зимых и многолетних трав. Они занимают 16 тысяч гектаров. Вот эта техника каждый день работает. Вот еще у нас больше тайби. Эта техника, конечно, не должна остаться. Больше тайби. У нас еще там есть где-то 700-800 гектаров. Там еще 250 гектаров осталось. И все. Семенного материала для весеннеполевых работ достаточно. Горюче-смазочных материалов завезли даже с запасом. Осталось докупить немного удобрений. Район стабильно занимается отраслью животного отства. Не только растения отства, произвели зернопродавление. И поголовье не снижается. И поголовье крупного рогатого скота. В том числе, особо хочу отметить, поголовье коров не снижается. Это практически проблемы. Молочные животные у нас имеются. И дефицит молока по всей Российской Федерации. Еще раз хочу подчеркнуть. 8 миллионов тонн. С прошлым году, по словам главы администрации района Николая Миллина, количество коров на предприятиях агропромышленного комплекса и в фермерских хозяйствах возросло на 200 голов. В этом году задача увеличить еще на 100. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов. Республика. Многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, находятся под особой опекой государства. В минувшие выходные ключи от новой квартиры были вручены новочбоксарцам Моисеевым. В семье 11 человек. Красивый вид из окна, просторный коридор, 3 большие комнаты. Теперь младшим Моисеевым будет где разгуляться. Этого подарка дружная семья ждала 7 лет. Теперь, говорит глава семейства, начнутся приятные хлопоты. Нужно придумать, как обустроить квартиру. Нам ее дали совершенно бесплатно, полностью с отделкой. Когда первый раз с женой сюда пришли посмотреть, нам очень понравилось. Ключи семьи Моисеевых вручали в торжественной обстановке. Гости разрезали символическую красную ленту. Поздравить новоселов приехали и депутаты госсовета. Сегодня праздник не только у многодетной семьи, у их близких, родственников. Сегодня праздник и для руководства города. Сегодня праздник для депутатского корпуса. И та государственная поддержка многодетных семей, конечно, вселяет уверенность в завтрашний день. Уверенность нашим многодетным семьям. Об этом говорит и глава Чувашской республики Игнать Гавел Васильевич. Если будет уверенность в завтрашнем дне, то, конечно же, в наших семьях будут рождаться дети. А дети рождаться должны в счастье и в заботе. В государственной, в родительской. Счастливых новоселов станет больше. В текущем году на обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в администрации Новочебоксарска в бюджете Чувашской республики, предусмотрено более 3,5 миллионов рублей. Это значит, как минимум еще одна многодетная семья улучшит жилищные условия. Медрик Валев, Родион Архипов и Олег Якимов. Республика. Питание в детских садах стало предметом проверки общественников. В рейд вышел народный контроль. В первую очередь проверили нормы хранения и сроки годности продуктов, состояние кухонной техники. Внимание уделили и документам. Они должны иметь все необходимые печати и подписи. Подобные проверки дают свои плоды. К питанию в детских садах относятся ответственно. Но все-таки замечания есть. Конечно, хочется, чтобы было все хорошо, но, тем не менее, нарушения мы находим. В соответствии с требованиями федерального законодательства, там, конечно, есть и штрафные санкции, и административные взыскания. Пока мы не хотим никого пугать, но мы должны проводить такой общественный контроль, чтобы не было попыток как-то ухудшить питание наших самых маленьких горожан города Чебоксары. Во вторник в Чебоксарах откроется российский симпозиум детских хирургов. Это 56-я по счету научная конференция. Она проходит ежегодно в различных регионах страны. В этом году очередь дошла и до Чувашии. В республику приехали ведущие детские хирурги. Сегодня один из гостей, Владимир Круглый, член Совета Федерации, в прошлом главный врач детской больницы в Орле, познакомился с работой Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и Республиканской детской клинической больницы. Конференция – знаковое событие для всех детских хирургов. Она имеет большое образовательное значение. Самое главное – участие в ней студентов, аспирантов, интернов, которые в ближайшее время станут работать в детских больницах. Владимир Круглый познакомился с организацией работы в Республиканской детской клинической больнице. По словам гостя, в лечебном учреждении она организована на высоком уровне. Мы сейчас прошли по больнице. Действительно, очень крупный центр детской хирургии, педиатрии. Очень хорошая организация. Мне действительно понравилось. Я думаю, что есть чему поучиться. Вся хирургическая помощь сконцентрирована в этой больнице. Это дает очень большой не только экономический эффект, но и эффект реальный, лечебный. То есть результаты лечения детей намного лучше. Потому что именно здесь, в этой больнице, где прекрасное современное оборудование, есть условия для того, чтобы делать операции на современном уровне. Сотрудники ГИБДД Республики в выходные провели рейд «Нетрезвый водитель». По статистике, именно в субботу и воскресенье происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей. За два выходных дня экипажи ДПС, представители общественных организаций, и народные дружины задержали более 50 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно в Республике сотрудники ГИБДД выявляют более 20 нетрезвых водителей. Количество ДТП, случившихся по их вине, по-прежнему высоко. С начала года из-за любителей сесть за руль под шофе произошло более 30 ДТП. В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов предварительного голосования в Государственную Думу. 30 человек будут участвовать в процедуре по выдвижению кандидатами в Российский парламент. Всего же с 15 февраля по 10 апреля была подана 61 заявка. Сегодня в Чувашском региональном отделении партии прошла пресс-конференция, на которой рассказали об основных итогах выдвижения. Этап по выдвижению и регистрации кандидатов предварительного партийного голосования в Госдуму России завершен. 18 человек выдвинулись по федеральному списку, 9 по Канажскому одномандатному и 14 по Чебоксарскому одномандатному избирательным округам. Среди участников предварительного голосования 6 действующих депутатов, 2 представляют сферу образования, 2 здравоохранения, есть студенты, представители СМИ и временно не работающие. Региональным организационным комитетом осуществлялся прием документов от кандидатов. Любые и все могли принять участие и подать заявку. Определенные критерии и барьеры были. Это судимость, возраст. И сегодня, наверное, нужно еще раз сказать, что барьером было это членство в другой какой-либо партии. Но если вы выходите из партии, у вас появляется возможность для участия в предварительном голосовании, в нашем предварительном партийном голосовании. Мы, собственно, на своем примере показываем и плюсы, и минусы. Сами первые проходим. Вот первопроходцам тяжелее всего. Потому что, во-первых, обязательное условие – это действительно отсутствие судимости. И обязательно открытость кампании. Что и избиратели должны знать, была ли судимость. И иметь возможность прийти на дебаты. Что приходят новые люди. Они приходят, как всегда, со своей программой, со своими предложениями. Они приходят составить конкуренцию действующим политикам. Конкуренцию можно составить своим однопартицам во время дебатов. Эту часть в движении должен пройти каждый, кто изъявил желание участвовать в предварительном голосовании. Они проводятся по различным темам – образование, экономика и предпринимательство, здравоохранение и здоровье, сберегающие технологии. Те, кто принимает участие в предварительном голосовании, работают в разных сферах. Кто это в социальной сфере, кто это в предпринимательстве, кто это в государственном муниципальном направлении. И все являются специалистами в своей области и несут какие-то новые интересные идеи. Я думаю, те люди, которые станут депутатами Государственной Думы, безусловно, не забудут слова своих сейчас оппонентов для того, чтобы потом притворять жизнь. Дебаты очень важны, нужны. Но избиратели от нас ждут реальных дел. Вот любые высказывания можно здесь говорить, дебатировать, дискутировать. Результат работы будет виден уже 22 мая, когда пройдет непосредственно предварительное голосование. Именно тогда станет известно, кого Единая Россия выделит кандидатом в депутаты Государственной Думы. Татьяна Молокова, Россий Мухаммедов, Республика. Вопрос, кем же стать, задает себе каждый ребенок. Блистать на сцене или тушить пожары? Лечить собак или собирать роботов? Выбор велик. В год человека труда в Чебоксарах основали город профессий. Юные жители которого могут примерить на себя различные специальности и, возможно, определиться с делом всей жизни. Все профессии нужны, все профессии важны. Главное, чтобы работа приносила радость и удовольствие. Но как узнать, что подходит именно тебе? На день, став жителем города профессий, можно примерить каску пожарного и украсить торт, приготовить аскорбинку и припарковать трактор. Более десяти организаций и предприятий города знакомят ребят с особенностями рабочих профессий, а также со специальностями 21 века. У вас кусающиеся? Я? Нет, покрасный датчик, и оно кусается. Знакомят с профессиями как и опытные специалисты, так и те, кто только познал азы. Например, наши юные коллеги, корреспонденты национального телевидения, рассказали ребятам о работе журналиста. Начали с мастер-класса. Интервью с главой города Леонидом Черкесовым. Понравилось ли вам в городе профессии? Здорово, понравилось. И, наверное, всем детям городу это надо показать. И к вам в студию привезти, так? Так. Я думаю, здорово. Ну и другие предприятия, я думаю, подтянутся. У нас в городе много хороших предприятий, много предприятий, которые работают успешно. Я думаю, что они тоже потянутся к нам, и действительно настоящий город профессии будут. Основали город профессии на площадке Академии современного творчества «Сейспельпроект» продлится до 18 июня. Каждая неделя будет посвящена определенной теме. Например, нынешняя пройдет под аккомпанемент громких моторов. Запланированы флешмобы и выставки предметов труда, игры и викторины. Организаторы обещают, в городе профессии время прилетит весело и интересно. Екатерина Куприна, Андрей Шоков, Республика. Русский язык на пятерку. 478 знатоков и любителей русского языка в Чувашии стали участниками четвертой образовательной акции «Тотальный диктант». В этом году проверить свои знания можно было на трех площадках в Чебоксарах и на одной в Новочебоксарске. Автором текста стал известный детский писатель Андрей Усачев. Текст был посвящен первым Олимпийским играм. В нем всего 289 слов. Но организаторы отметили, что он был сложнее традиционных произведений автора и включил все основные правила русского языка. В Чебоксарах диктант читала депутат Госдумы Алена Аршинова. В России «Тотальный диктант» проводился в 13-й раз. В минувшую субботу в Чебоксарах прошел общегородской экологический субботник. Вместе с работниками столичных предприятий, организаций и учреждений на работу вышли сотрудники администрации. Поддержать высокое звание самого благоустроенного города России. За каждой трудовой бригадой был закреплен свой фронт работ. Столичные чиновники с местными жителями приняли участие в уборке территорий по улице Ленинского, Комсомола и Хивожская. Кто, как не мы, сотрудники местной администрации, должны своим примером показать, как надо ухаживать и благоустраивать территорию нашего любимого города. Ну, конечно, благоустраивать и чистить это очень хорошо, но самое главное – это прививать культуру, культуру поведения, чтобы в первую очередь не сорить. Призываю также каждого выйти во дворы с граблями, с мешками, с лопатами и помочь перевести свой любимый двор, свой любимый район и свой любимый город в привычное, благоустроенное, красивое состояние. Уважаемые горожане, давайте жить в чистом, благоустроенном городе. Итогом дружной работы стали более 10 мешков битого стекла, пластиковых бутылок, бумаги, полиэтилена и прочего мусора, вывезенного на свалку. А свой вклад в уборку родной столицы перед майскими праздниками внесли юные и неравнодушные горожане. Меня зовут Артём. Я пришёл помогать папе, чтобы жить в чистом городе. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Впереди вас ждёт интересная и полезная информация. До встречи. В течение месяца 10 женщин боролись со своими лишними килограммами, хандрой и плохим настроением. Битва за результат – так называется проект «Тонус-студии», уже известный многим жителям города. Никаких изнурительных тренировок, приятные процедуры на тонусных столах, виброплатформе, эффективный и приятный пресс-массаж или оздоровительный сеанс в кедровой фитобочке. После того, как я узнала о результатах первой битвы и второй битвы, я поняла, что я должна туда идти. В начале весны мне захотелось новой жизни. Я пошла, я позвонила Алене. Через два часа меня уже замеряли. Мне уже составили программу, замечательную программу. И вот результат. Минус килограммы и объемы, плюс хорошее настроение и красивая внешность. Кроме того, все участницы получили от «Тонус-студии» и партнеров проекта специальные подарки. Главный приз достался Елене Угасловой. Ее результат – минус 61 сантиметр в объеме. Что помогло? Наверное, вера в себя, в свои силы. А вера эта появилась, в общем-то, благодаря нашей Аленочке. Потому что, в принципе, все началось с достаточно банального вопроса, когда она ко мне подошла и сказала, не хотите ли вы поучаствовать в проекте «Битва за результат». Я подумала, почему бы и нет. И проект на самом деле замечательный, потому что он дает возможность женщинам посмотреть на себя со стороны, поверить в свои силы, в свои возможности. Этот проект нам подарил новых знакомых и такие удивительные встречи с прекрасными специалистами, которые много чего знают о женском здоровье, о женской красоте. Теперь можно мерить новые наряды и встречать солнечную весну с обворожительной улыбкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...